Всем привет! В сегодняшнем видео я решила открыть новую рубрику у себя на канале. Я решила рассказать обо всех своих палетках, но нужно их как-то было разделить по категориям, потому что сделать одно огромное видео про все палетки по-моему странно. Я решила, что нужно разделить видео на категории, то есть рассказ о палетках нужно разделить на категории. И у меня будет всего 4 категории, пока 4, потом я придумаю, если какие-то палетки не войдут в эти 4 категории, то нужно будет что-нибудь новое придумывать. Я начну с категории, которая будет рассказывать про яркие палетки. У меня еще будет про универсальные палетки, насыщенные или глубокие палетки, как я их называю, и про нюдовые палетки. Итак, сегодня я расскажу о самых ярких палетках из своей коллекции. Их на самом деле не так много, потому что я не все палетки далеко считаю яркими, я многие считаю достаточно сдержанными, поэтому они у меня не попадают в категорию яркие, хотя у некоторых в коллекциях я видела, они считают их яркими. Итак, начнем, наверное, с самой-самой-самой яркой, которую я считаю реально самой яркой. Вот прям я ее считаю реально яркой. И когда я думала о том, как сделать видео, я поняла, что я начну, наверное, с нее. Это палетка от бренда Ace Butte, которая называется Flair. Вот такая палетка. Палетка реально очень яркая, но, 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 есть всякое но. Она на самом деле для меня не создает такие яркие макияжи, которые мне приходят в голову, когда я вижу эту палетку. Я вижу цвета, и мне кажется, сейчас будет вообще какой-то взрыв. На самом деле получается достаточно носибельный, нормально сдержанный макияж. Но, безусловно, с этой палеткой можно сделать любой цветной макияж. Любой, абсолютно любой цветной макияж можно сделать с этой палеткой. Есть один огромный минус у этой палетки для меня, это она стейнет. Она настолько сильно стейнет, что я просто много раз пытаюсь отмыть свои кисти, и не получается, и на некоторых просто все. Теперь ворс кистей окрашен в цвета этой палетки, и просто никогда не отмывается. Но, по задумке, конечно, она крутая. Насчет качества именно теней, что я скажу? Ну, это обычные, нормальные, хорошие, реально очень хорошие тени. Но я не могу сказать, что это что-то сверхъестественное. Насчет металликов здесь. Вот темные металлики здесь действительно хорошие, но, как говорит Тати Уэстбрук, металлики легко делать. А вот светлые металлики здесь не очень. Они сложные, они немного осыпаются. Ну, то есть, например, вот этот вот оттеночек, который очень красивый, и вот его свотчишь. Я надеюсь, видно, что он какими-то кусочками ложится. И да, он очень красивый, но он ложится какими-то кусочками, и иногда нужно, в общем, реально с ним повозиться. Всегда есть к чему преграться. Но для меня самый большой косяк – это то, что она так сильно стейнит. То есть, никакая Настася Беверли-Хиллз, которая указывает, что не нужна вокруг глаз, здесь нет. Здесь настолько всё серьёзно, здесь стынет сильнее намного. Вот, но зато сама палетка очень красивая, очень яркая. И ещё раз повторюсь, с ней можно взять любой цветной макияж, которому всё у неё приходит в голову, но достаточно приглушённый и носибельный. Следующая палетка, которая тоже очень яркая, и она, наверное, заслужила это название, одна из палеток от бренда Juvia's Place. У меня Magic Mini. Да, у неё даже нет зеркала. Вот такая палетка. Этот бренд реально заслужил звание, наверное, бренда, который делает самые яркие палетки. И, в общем, все знают, что Juvia's Place – самые яркие палетки. У меня больше нет ни одной палетки от этого бренда. Есть такой же косяк со стейном в матовых. Вот, например, здесь больше просто матовых, потому больше оттенков, конечно, что стейнит. Здесь матовые тоже стейнят. Но я как-то не особенно обратила внимание на это, когда она у меня появилась. Эта палетка у меня появилась раньше намного. Здесь очень красивые шиммерные. Они очень глубокие, очень крутые. Но мне матовые здесь не очень нравятся. Особенно, например, этот вот красный, вот эти вот два оттенка. Они как бы красивые, да, они яркие, но очень сложные. Вот они не дают, не знаю, там либо надо их наслаивать, но ты их нормально не потушуешь. Не знаю, может быть, это у меня так. Еще говорят, что в палетках мини больше косяков, чем в обычных палетках. Я могу сказать только, что она немного сложная для меня в использовании, но здесь настолько офигенные шиммерные, что каждый раз, когда я ей крашусь, мне говорят, ой, какой у тебя красивый макияж. Вот реально, вот одна из палеток, я еще одну упомяну, палетку, которую, когда я носила, мне говорили что-то про тени. И шиммерные, блин, здесь шиммерные реально крутые. В общем, вот этот вот сумасшедший оттенок. И оттенок вот этот вот. Два оттенка почему-то, которые меня так сводили с ума. Ну, и здесь тоже есть вот эти кусочки, но я не знаю, они как-то более однородно, что ли, смотрятся, чем у Эйс Буте. И Эйс Буте еще, если подуть, они прямо осыпались, и на руке почти ничего не стало. Ой, блин, какие же красивые тени. Следующая палетка, которая очень яркая, очень крутая и вообще бескосячная, вообще абсолютно бескосячная палетка от бренда Вич Козметикс, которая называется Weekend Festival. Совершенно нет никаких претензий, она очень красивая. Здесь вообще есть офигенно красивые оттенки. Ни с каким оттенком у меня никогда не было никаких проблем. Единственный, может быть, небольшой минус в этой палетке, что она не совсем универсальная, потому что, ну вот, можно, конечно, с ней сделать полноценный макияж, но не со всеми оттенками. Больше вообще нет никаких претензий к этой палетке. Даже это я не считаю претензий, потому что есть разные другие, можно взять, все нормально. Она очень хорошая, она такая красивая. Здесь тоже очень красивейший, мирный, здесь отличные матовые. Здесь просто, блин, это потрясная палетка. Это моя первая палетка от Бейдж Косметикс, и я настолько впечатлилась, что все, я потом покупала Бейдж Косметикс. Я еще люблю этот бренд и жду от них еще всяких крутых палеток. По-моему, это самые лучшие тени из недорогого сегмента. Блин, и не знаю, это вообще офигительная палетка. Я ее очень люблю, она очень красивая, и больше ничего я не могу сказать, кроме того, чтобы повторять одни и те же слова. Супер. Следующая палетка тоже от Бейдж Косметикс. Блин, ребята, у меня будет от Бейдж Косметикс, не одна палетка. Так, это палетка в коллаборации с It's My Way Way. Я уже о ней говорила. Это тоже очень яркая и такая крутая палетка. Я не знаю даже, что еще добавить. Она настолько круто продумана. Я еще раз повторю, что в ней такого крутого. Дело в том, что здесь все так все продумано, что идут, например, вот матовый, металлик, и к нему светлый шиммер, или как здесь переходный. И все это так круто. Блин, вообще думать не надо. Накрасилась и пошла крутейшая палетка. Вообще беспроблемная. Здесь все так красиво. Ну, я не знаю даже, я теперь опять повторяю одни и те же свои слова, потому что действительно очень яркая и очень красивая палетка. Она у меня ассоциируется именно с яркостью. Именно я считаю ее действительно яркой палеткой. Такая красота. Я, когда ее свочу, то она не производит такое сильное впечатление, но на глазах это просто, даже ты думаешь, блин, реально. Люблю эту палетку. Она крутая. Следующая палетка будет от бренда Анастасия Беверли Хиллс, которая называется Ривьера. Я реально считаю, что это очень яркая палетка. Это одна из самых ярких моих палеток. ну, одна из шести. Вот она такая яркая. Действительно, я считаю, что она очень яркая. С ней можно получить супер яркие макияжи, но с ней можно еще получить и достаточно сдержанные. Она мне открыла какие-то другие горизонты, что ли. Она мне открыла другой вид шиммерных. Например, оттенок Медицеррэнниен. Какой-то неземной. Очень мне нравится этот оттенок. Я не знаю, он меня выводит на какой-то космический уровень. Очень красивый оттенок. У меня есть обзор на эту палетку полностью, когда я ее первый раз пробую. Так что, если кому интересно, можете посмотреть. Реально яркая палетка. Реально красивая, яркая. Посмотрите. Супер яркая, крутая палетка. Действительно. Вот первая, наверное, единственная по-настоящему яркая палетка от бренда Анастасия Беверлихиллс. И последняя палетка, которую я считаю яркой, но я не скажу, что она яркая именно по цветам, она яркая именно по своей задумке. Это палетка от бренда Dose of Colors, которая называется Friendcation. Она сделана в коллаборации с двумя блогершами Daisy and Katie. Вот такая крутая. И здесь такие офигительные металлики. И вот эти металлики на самом деле и решают все. Когда я ей крашусь, мне люди всегда говорят, ах, какие красивые глаза накрашенные. Хотя они накрашены всегда одинаково, но просто цвета. Вот цвета реально здесь офигенные. Вот, например, вот этот синий, синий, который называется Emomence. И даже если у вас нависшие веки, как у меня, его видно, и вот еще оттенок вот этот вот зелененький, который называется Dirty Money. Я даже не знаю. По-моему, они настолько офигенные. Ну, они сами по себе, конечно, очень красивые, но еще главное, что они очень красиво смотрятся на глазах. Так что, действительно, яркая, очень красивая, супер праздничная палетка. А на этом все. Я рассказала о всех своих самых-самых ярких палетках. Будут еще видео про другие категории палеток, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось. Но подписывайтесь в любом случае. Всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok